На двусторонних переговорах Садыр Джапаров и Катали Новак выразили готовность к практическому сотрудничеству в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Этому будут способствовать не только хорошие возможности двух стран, но в первую очередь культурная схожесть наших народов. Завершились переговоры подписанием совместной декларации об укреплении и развитии стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией. В совместной декларации заложено много пунктов, по которым наши страны будут выстраивать дальнейшее сотрудничество. Это сельское хозяйство, промышленность, энергетика, зеленая и креативная экономики, транспорт, цифровизация, горнодобывающая, текстильная промышленность и авиасообщение. Мы с госпожой Каталин Новак подписали совместную декларацию о покреплении и развитии стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией. За годы сотрудничества двух стран проделана значительная работа. В столицах открыты посольства, созданы все важные механизмы, необходимые в рамках стратегического партнерства. Кыргызско-Венгерский стратегический совет, Кыргызско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Кыргызско-Венгерский деловой совет. Особую роль в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества играет Венгерско-Кыргызский фонд развития. Уверен, что совместные проекты будут успешно реализованы в рамках недавно созданного фонда. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан через Венгрию открывает дверь в Европу. По словам президента «Наша страна» готова сотрудничать с другими европейскими странами в политико-экономическом направлении. «Мы с госпожой Катали Новак обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций Европейского Союза и организаций тюркских государств. Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшних переговоров, будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению нашего стратегического партнерства. Верю, что в дальнейшем мы достигнем самого высшего уровня в кыргызско-венгерских отношениях». Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере подписали министры юстиции. Ещё один подписанный документ касается судебно-экспертной деятельности. Два других соглашения относятся к Министерству цифрового развития и Госагентству по защите персональных данных при Кабмине. «Во-первых, это даёт возможность сотрудничать между нашими государствами по обороту персональных данных. И, конечно, мы говорим о том, чтобы защищать цифровые права наших граждан и права бизнеса. Цифровизация сейчас очень важна, и по всему миру имеются утечки персональных данных. Чтобы защитить права граждан в этой сфере, в сфере цифровизации, очень важно, чтобы было сотрудничество между разными государствами. И вот Венгрия как раз является первой европейской страной, которая заключается с Кыргызской республикой такого рода меморандумом». Отдельное внимание в сфере образования. Кыргызстанские студенты имеют возможность обучаться в венгерских вузах, где им по программе выделено 200 мест. Кроме того, в дни официального визита Садыра Джапарова в Будапеште проходит первая кыргызско-венгерская конференция ректоров университетов. Меморандумы о сотрудничестве с венгерскими коллегами подписали Дипломатическая академия МИД и Академия госуправления при президенте. «У Венгрии вообще уникальный опыт по подготовке госслужащих. Это как бы такой микс европейской модели, азиатской модели лучших традиций западных университетов. Поэтому мы надеемся, что этот договор о взаимоотношениях будет очень плодотворным. Мы прописали в этом меморандуме очень много вещей, в том числе обмен студентов, совместные научные исследования». Также главы государств договорились продолжить работу по открытию прямых рейсов по маршруту Будапешт-Бишкек-Будапешт через венгерскую авиакомпанию. Планируется, что в ближайшее время прямые авиалинии начнут работу. Говорится в совместной декларации и о парламентском сотрудничестве. Более подробно эти вопросы Садыр Джапаров обсудил на встрече со спикером Национального собрания Венгрии Ласла Кёвера. «Ваш дружественный визит придаст новый толчок развитию взаимодействия между братскими народами. Мы наблюдаем значительные достижения в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других направлениях сотрудничества. При этом имеется значительный потенциал для развития и укрепления отношений». «Хотелось бы отметить высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Мы установили тёплые дружественные отношения и поддерживаем регулярные контакты на всех уровнях. Венгрия является братской страной для Кыргызстана и первой страной Европейского Союза, с которой наша страна установила стратегическое партнёрство». По словам главы государства, Кыргызстан и Венгрия поддерживают совместную реализацию важных инвестиционных проектов. Для этого есть хорошие механизмы, как Венгерско-Кыргызский фонд развития и межправительственная совместная комиссия по экономическому сотрудничеству. Для укрепления делового партнёрства в Будапеште прошёл бизнес-форум с участием сотни крупных компаний Кыргызстана и Венгрии.